Продолжение следует... Когда вы сдаете медицинский, спортивный, все вот эти тесты вы сдали, например, сдались вы в Фортнажоне, прошли все тесты, вас вызывают перед отправкой в Абань и перехода в Блу на собеседование. Там вы называете, естественно, вас будут спрашивать, в какой полк вы хотите пойти, или назовите три полка в приоритете, или два. Там от настроения, от ситуации зависит, от того, кто будет проводить это собеседование. И вот, второй раз уже будет, вас будут спрашивать на собеседовании с психологом. Третий раз, когда вы пойдете на собеседование в ДСПЛЕ. Потом уже под конец учебки вас будут вызывать по одному к командиру взвода, и он будет записывать там ведомость, спрашивать, назови три полка в приоритете для тебя, куда бы ты хотел пойти. И вы будете там говорить, например, третий пехотный, второй инженерный, первый инженерный. И вот, но это опять же просто для статистики. Финальное решение и финал, когда вы закончите учебку, приедете в первый полк города Абань, и пойдете на собеседование, точнее уже не собеседование, а на рапорт капитану, вот там уже нужно говорить финальное ваше решение, то есть какой вы хотите полк. И если будет место, то вы попадете в этот полк. Сам, где кабинет этого капитана располагается, открою секрет, в здании, в котором находится ДСПЛЕ, только не на последнем этаже, а на втором. И вход будет, если встать лицом к зданию ДСПЛЕ, с правой стороны крыльцо. Именно туда вы заходите, поднимаетесь там на второй этаж, кабинет, получается направо, прямо и налево. И вот там уже заходите, даете честь, называете там фамилию, звание, и называете полк. И вот, если мест в полк нету, так вам капитан скажет, что сюда нет мест, называй другой полк. И вот так вот будете уже там подбирать для себя. Ну, думаю, кратко и подробно я вам объяснил. Ну, есть еще один такой момент, многие беспокоятся, что под конец учебки будет так называемое классмо. То есть, например, во взводе 40 человек, и вас распределят там по так называемым любым всяким достижениям. Спорт, знание языка, стрельбы, результаты. Но здесь на самом деле будет влиять не сколько результат, сколько как сложатся отношения с начальством, с коллективом. Ну, то есть, вот, не понравитесь вы начальству, будете последний там, или предпоследний. Если там подхалим-подхалимыч какой-нибудь, может, даже там в пятерку лучших попадете. То есть, все, всему относительно. Ну, думаю, кратко и подробно объяснил, и уже больше спрашивать на этот вопрос меня не будут. Какой из этапов самый сложный? Ну, лично на мой взгляд. Первое место по сложности я поставлю Блю, потому что здесь будет очень много беготни, суеты. Она заключается в том, что когда вы прибыли в Абань, в Блю, вы все ваши гражданские вещи снимаете, убираете в сумку, сумку относите на склад. Вам выдают шорты, какие-то типа кофты, две футболки, две пары носков, трое плавок и эти, рюкзаки. В рюкзаке у вас там будут две простыни, наволочка, пенал, там, паста, щетка, бритвы, эти, бритвы одноразовые и кусачки ногти подстригать. Вроде все перечислил. А, ну и плюс эти, полотенца и шлепанцы в душ ходить. И вот, получается, утром проснувшись в Блю, вы быстро собираете эти простыни, все убираете в рюкзак, брейтесь, чистите зубы и бежите на построение. После утреннего построения бежите на так называемый склад, там будет помещение в первом этаже, оставляете рюкзак. И, то есть, этот рюкзак будет до вечера у вас там стоять. Основную часть в Блю вы будете проходить на так называемой, типа, спортплощадке, где в основном все сидят там на бревнышках, на, так, ну, типа, скамеек. И ждут, когда прозвучит сигнал, как прозвучала сирена, все бегом на построение, например, там, надо там пять добровольцев на работу. Вызвались там пять добровольцев, все, остальные снова уходят туда. И вот так проходят дни. Ну, естественно, будете проходить там собеседование, но собеседование не каждый день будет. То есть, например, там, вызвали к психологу, а через там три-четыре дня вызвали на ДСПЛЕ. То есть, все будет по-разному. И вот, второе место я поставлю руж. Здесь уже суеты будет поменьше, потому что у вас уже будет комната, койка. То есть, будете там три комнаты, в которых живут ружевцы. У вас уже будет шкафчик, где вы положите вещи. Койка, то есть, и уже когда блю ложится спать, ружевцы тоже идут в душ и ложатся спать. Но у руж начинаются гарды, то есть, караулы. Они, в принципе, в течение суток по два часа. Три человека участвуют. То есть, один ходит по периметру, один в одну сторону, второй ходит в другую. То есть, по часовой стрелке, против часовой. Третий стоит в будке. В течение двух часов. Ну, естественно, меняются там каждые 20 минут, каждые 40 минут, кто как договорится. И вот, естественно, караулы-то будут и ночью. То есть, тут сложность в том, что особо не поспишь, так как подъем там где-то в 4.40. И, например, если у вас гард, вы были в ночном гарде буквально до 4 утра, то уже все, вы идете просто на построение. То есть, не поспите. А так, в принципе, уже будет немножко попроще. На третье место я поставлю ферму. Хотя многие говорят, рассказывают, что ферма-то самая тяжелая, сложная, там мало спите, мало едите. У нас ферма была как бы... Гоняли, но в меру спали. То есть, все, во столько-то часов отбой, подъем. Часы забирали, поэтому мы за временем не следили. Но единственное, что на ферме было нудно, это мы вечером гладили рубашки, так как там есть требования, что должны быть по 3 складки на груди. Расстояние, по-моему, 3,5 сантиметра. На спине горизонтальные 2 складки, 3 вертикальные. Ну, как бы вот это немножко нудно. А в целом то, что ферма, там, занимались с оружием, было немножко спорта, немножко полосы препятствий. Ну, на четвертое место по сложности я поставлю Костель. То есть, вы закончили ферму, вернулись в Костель. И там у вас, опять же, будут какие-то иногда занятия, поездки на эти тираны, кореусы. Ну, и самое простое, это форт-нажон. То есть, только у вас там будут просто, надо будет пройти там медкомиссии, сдать спортивные тесты и ждать свои отправки в Абань. Вот и все. То есть, там, подъем в 5 утра, никаких особых там суеты, беготни не будет. Ну, а, ну, иногда будут на какие-нибудь небольшие работы забирать. Например, там есть так называемый ресторан, где обедают офицеры, там, старшины. Будут несколько человек туда забирать на работы. Но эта работа будет именно исключительно на обед. То есть, в обеденное время. Сначала там подготовить к обеденному процессу. Потом, после обеда, все это там со столов убрать, помыть посуду. То есть, вот это вот такое. Вот и все. Немного философский вопрос. Скучаю ли я по Легиону? Если честно, да, скучаю. Потому что я в Легион шел осознанно, шел делать карьеру. Я не хочу хвататься, но я был единственным из всего нашего взвода, кто именно с самого начала хотел остаться на футфуд Капрало. И на каждом собеседовании говорил, что вот я на футфуд Капрало. По-французски, je vais restekum Kapparalan Kadriman. Ну и вот. Но чем дольше я пребывал, тем я не видел, как я уже говорил, идеи идейных товарищей. Вот и все. Поэтому, да, отчасти скучаю, отчасти может быть, что ушел, а может оно и к лучшему. Ну вот и все. Просто почему я решил такой поговорить об этом? Потому что было в комментариях там много неадекватов, которые пишут там всякую оскорбительную критику. Вот ты такой сякой, ты занял чье-то место, что вот кто-то вот вместо тебя бы служил, а ты вот пришел тут, вот пробыл полгода и ушел. Но я уже в первом выпуске говорил, что я с детства мечтал быть военным. С детства изучал военное дело, как по книгам и тому подобное. И вот. Поэтому, как бы вот это осуждение неадекватное, как это говорит, хейт, то я воспринимаю этих людей просто неадекватными. Либо те, кто по каким-то причинам мне попали в легион, не смогли поехать, и вот сидят в интернете и пишут там в комментариях, вот ты такой сякой и все подобное. Ну плюс всякие различные национально, как это, политические там провокации. Ну естественно, без этого никак. Что еще по поводу этого сказать. Ну вроде бы все.